У нас начинается очередная серия международных конференций. И я сейчас приветствую те страны, которые участвуют в этом... Александр, у вас было не слышно. Пожалуйста, еще раз. Александр, мы вас не слышим. Александр, мы вас не слышим. Александр, мы вас не слышим. Еще раз приветствую всех и хотела бы передать особое приветствие Германии, Австрии, которая сейчас у нас находится на площадке, также Швейцарии и всем нашим партнерам и коллегам, которые присутствуют нам нашей... Ну и еще раз. Организационных моментах наших форматов телемостов. Все телемосты предназначены для того, чтобы максимально ответить на вопросы наших лидеров. И, как вы уже знаете, было очень много вопросов с этих стран, поэтому все выступления сегодня, которые будут от наших членов правления, от всех директоров, уже включены ответ... Телемостов именно с Германией, это самая большая, одна из самых больших стран, которые на сегодняшний момент делают очень хорошие результаты. Поэтому все ваши вопросы, пожелания сегодня максимально не писать в чате, так как мы уже сгруппировали ответы. И, пожалуйста, дослушайте сегодня всех спикеров, и вы обязательно получите ответы на ваши высланные вопросы. Спасибо. 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 Я хотела бы озвучить буквально несколько ваших вопросов, которые объединились практически в один большой вопрос, связанный с работой, дальнейшей работой сети, партнеров сети. Они звучат примерно так. Стоит ли двигаться, расти в системе Capital по статусам, если мы переходим на коины? Как долго будет работать партнерская сеть Skyway Capital? Как будет осуществляться переход на систему работы с коинами и так далее? Как и ориентируйся переход на сетях? Можете, извините, повторить последнее? Продолжение следует... Это работа в нашей сети, которая продолжаться будет еще достаточно долго и очень долгое время. Это подтвердил Анатолий Дородович и Ницкий. Поэтому это такой большой месседж и передача именно для наших партнеров. Продолжение следует... 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 для того, чтобы нашим партнерам внутри Skyway Capital работать максимально комфортно. Нашего директора Skyway Capital, Евгения Кудрюшова, пожалуйста. Ich heiße willkommen unseren директор von Skyway Capital, Евгения Кудрюшов. Дорогие друзья, я вас приветствую. Поставьте пожалуйста, дайте обратную связь. Слышно меня хорошо? Слышно? Добрый день, liebe Partner. Bitte eine Rückmeldung, ob man mich gut hören kann. Да, отлично. Всех приветствую. Приветствую наших одних и самых топовых лидеров, лидеров по результатам, которые показывают вообще в целом компания Skyway Capital. Да, подиводите. Сегодня я бы хотел немножко раскрыть тему финансовую, потому что вопросы, которые мы получили от наших партнеров перед Телемостом, они как раз одни из которых касались финансов, пополнения, инвестирования непосредственно в компанию Skyway. Один из первых вопросов, которые я хочу поговорить о финансах, это были многие вопросы, которые были задавлены в вверх. И поэтому я буду первым это финансовый вопрос о финансовом. И первое, с чего хотел бы начать, буквально неделю назад у меня была поездка в Минск. Поездка была совместно с учредителями, с директорами, с самыми главными компанией РБК Мани. Это одна из топовых платежных систем, я бы даже, я не побоюсь сказать такого слова, одна из топовых во всем мире. Александр, а вы не отключайтесь полностью, вы просто микрофончик, а, или вы микрофон, все понял. Вот, значит, что хотел вам сказать. Буквально, наверное, месяца два назад нам удалось переговорить как раз с платежной системой РБК Мани. И учредители, директора непосредственно этой платежной системы очень заинтересовались проектом, так как ранее слышали, но не понимали вообще, что это за проект у нас такой. Во примерно два месяца я встречала с директорами РБК Мани и мы могли бы закончить объединения. И эти директоры были очень интересны для нашего проекта. Перед началом нашего сотрудничества им было проведено несколько презентаций нашего проекта. Они в нем разобрались, они посмотрели и прочитали очень много информации о нашем проекте. И таким образом у нас была инициирована встреча. И мы уже начали им пользоваться буквально где-то полтора месяца назад. В нашем личном кабинете он у нас отображается как платежная система CoolPay. После того, как мы показали достаточно внушительные обороты по мерчанту и узнали, что мы входим в топ-5 компании, которые есть в топ-5 клиентов среди всех клиентов РБК Мани. После этого учредители РБК Мани решили приехать в Экотехнопарк, посетить офис, посетить производство. И вообще посмотреть, понять, есть ли все то, о чем мы говорим. Построена ли дорога, о которой мы рассказали, действительно ли все это уже реализовано. После того, как закончилась наша двухдневная встреча, первый день мы были в Экотехнопарке, второй день мы посещали производство и посещали непосредственно офис, встречались с Анатолием Эдуардовичем Юницким. Nachdem das zweitäгige Treffen beendet war, also der erste Tag fand im Öko-Technopark statt und am zweiten Tag wurden die Produktionshallen besichtigt, после того, как мы сели за стол переговоров и уже обговаривали дальнейшее наше сотрудничество, нам было сделано предложение, что в течение полутора-двух месяцев с момента нашей встречи у нас в личном кабинете компания РБК Мани сможет подключить 99,9% всех платежных мировых систем для всех стран. На этом Требене у нас были в Требене с Аннатолием Юницким в офисе, и в Требене с Аннатолием Юницким в офисе, и в Требене с Аннатолием Юницким в офисе, что в течение полутора-двух месяцев мы будем делать 99,9% всех платежных мировых систем для всех стран. В Требене с Аннатолием Юницким в офисе РБК Мани будет сотрудничать с нами сейчас, и уже сотрудничать два финансовых института. Это непосредственно институты, платежные системы, которые смогут нам обеспечить непосредственно обслуживание по картам, по банковским переводам, по мировым платежным системам и все, что касается финансов в группе компании «Скайвей». Конкретно институты, которые позволят нам нам обеспечить банковые обслуживания и другие платежные возможности из всей страны. Так же мы обсуждали непосредственно, я знаю такую проблему, что проблема сейчас возникла у платежной системы «Адванс Кэш» с пополнением этой системы банковским счетом. И мы предложили рассмотреть компанию «РБК Мани», чтобы она нам выпустила брендовые карточки, банковские карты. И мы предложили «РБК Мани» обеспечить банковские карточки «Скайвей». Что получили ответы, что 95%, что они нам смогут сделать брендовые карточки «Скайвей». Это позволит вам пополнять свой счет, выводить бонусные средства, обменяться и пользоваться просто как банковские карточки. И так же еще очень приятная новость, которую я бы вам хотел рассказать. Это уже, так сказать, внутренние процессы компании «РБК Мани». Вот когда мы подключались, мы подключались в тот момент, когда происходила проверка Центробанка Российской Федерации непосредственно нашего проекта в компании «РБК Мани». Эта проверка была пройдена успешно. Наш проект, «Адобил Центробанк», можно сказать так, он разрешил «РБК Мани» предоставлять нам процессы для нашей компании. Эта проверка занимала достаточно долгое время. Это шло порядка одного месяца. Для этого нам нужно было предоставить огромную массу документов, которые у нас имеются в арсенале. Я могу вам помAH значить, что была проверка «РБК Мани» у меня нечащает. Я уверен, что деятельная проверка в России у нас была последоватей. Я уверен, что у нас не было разъектовой документы. И в данный момент у нас будет 1 месяца мы у нас выходили на большую группу документов. Мы будем проверить его документы. Это говорит о том, что мы соответствуем и российскому, и европейскому рынку. Александр, переведите сейчас эту фразу. Это будет на русском и интернациональном уровне. На следующей неделе у нас не назначена еще одна встреча. На которой мы уже пошагово обсудим внедрение платежных систем, которые нам будут предоставляться. И также мне очень хотелось бы попросить у учредителей, у директоров РБК Манни, чтобы они нам дали вот это заключение Центробанка Российской Федерации. Сейчас я высказал свое желание. На следующей неделе, если этот вопрос решится положительно и они смогут нам предоставить эти документы, по которым они проверялись, вот, то мы их обязательно предоставим всем нашим партнерам. Также еще хотел бы затронуть такую тему. Много поступает, так сказать, жалоб от немецких и австрийских партнеров, что они не могут сейчас сделать платеж на банковский счет через нашего партнера, компанию Impact Trading. На самом деле, у нас достаточно много платежей приходит от немецких, австрийских, швейцарских партнеров именно на Америя Банк. Я знаю, что основной вопрос, да, что у банка нет Айбана и европейцы не могут перевести. Но европейцы могут перевести на номер счета. Здесь хочу попросить всех наших партнеров, если ваш банк отказывается делать перевод, получите, пожалуйста, от него какое-то сообщение, обратную связь, почему он этого не может сделать, чтобы я мог связаться с нашим банком и выяснить эту причину. Я надеюсь, что многие из европейского района не могут не заработать, потому что их не будет не заработать. Но можно это сделать по поводу Банк-Лайзал. Поэтому я желаю вам, чтобы вы себя с вами сошли в вашей банк в общение и узнаете, почему она не пройдет и мне потом рождение, чтобы я с вами поговорю с вами, чтобы мы с вами поговорим. А также возникает у нас очень много таких случаев, когда наши уважаемые инвесторы, партнеры, переводя нам на банк, указывают назначение платежа, ровно не то, что мы просим. В связи с этим у нас возникают трудности непосредственно при разговоре с самим банком. Например, у нас сейчас в Америя Банк, мы просим, чтобы нам делали переводы с назначением платежа Payment by Offer on the Website и номер вашего ID. Америя Банк огромная просто просьба ко всем нашим лидерам, ко всем нашим куратурам регионов, пожалуйста, донесите это до всех партнеров, когда происходят новые регистрации, чтобы это строго соблюдалось. Из-за этого у нас мы лишились многих банков, которые у нас были ранее для приема платежей. И с этим также связано непосредственно долгое зачисление платежей и возврат этих платежей. Также хочу сказать, что мы сейчас ведем активную работу по поиску финансового партнера, именно непосредственно банка. И я думаю, что в течение вот этого месяца мы сможем напрямую предоставить, не через платежную систему, напрямую дать европейский банк. Поэтому мы сейчас находимся на рассуждении по поиску финансового партнера, который позволит, чтобы у нас в Европе директора зарплатить. Также еще хочу сказать, что один из способов, которым непосредственно нам можно заплатить, когда у клиента, у инвестора, у партнера деньги на банковском счете, это пополнить криптобиржу и перевести нам биткоин, эфириум или любую другую криптовалюту. Это на самом деле. Это не выход из положения, но это один из способов, как можно это сделать. Те, кто знают, что у нас существует несколько десятков просто, а то уже наверное и больше сотен различных бирж, через которые это можно сделать. Но я хочу еще раз сказать, что это как один из способов. Мы стараемся и делаем все, чтобы нам предоставить максимальное количество платежных инструментов для наших партнеров. С банковским счетом мы разберемся в течение одного месяца. Мы хотим, что это возможность, чтобы мы могли бы получить много зарплаты для наших партнеров. Мы будем это решать в месяц в этом случае. На данный момент платежи, если говорить о банковских картах, доступны через систему Купей, которая подключена компания РБК Маня. Это буквально абсолютно для всего мира, кроме тех стран, которые у нас закрыты для инвестирования в личном кабинете. Для всех стран стран, кроме тех стран, которые в Бэк-Офисе для этой возможности закрыты. Также есть еще одна очень хорошая новость. У нас сейчас идет процесс, он уже прошел некоторую стадию по подготовке инвестиционного фонда. Непосредственно это для европейской аудитории, для европейских инвесторов и партнеров. Также есть еще одна хорошая новость. Это идет о инвестиционном фонда, который мы используем и реализируем, особенно для европейских граждан. Этот фонд будет частично владеть долями компании и соответственно в этот фонд смогут инвестировать граждане Европы, в принципе всего мира, кроме определенных стран. Опять же упомяну. В этом фонда будет рассчитан не для инвестиций, как у нас иногда бывает 50, 100, 200 долларов, не для мелких инвесторов. Этот фонд будет нацелен уже для инвестиций от 10 тысяч долларов. У нас таких инвесторов на данный момент уже достаточно много. Это на самом деле пока вот пока про юрисдикцию я говорить не буду, а в какой юрисдикции это будет. Юрисдикция одна из топовых, где зарегистрировано более 70% всех мировых инвестиционных фондов. В данном процессе мы соответственно будем с вами делиться новостями. Вот когда мы уже получим ряд документов и одобрений, которые нам предстоит еще пройти, вот мы обязательно вам об этом расскажем на дальнейших наших телемостах и вебинарах. Безыклика этого процесса мы будем все новости от вас продолжать в ходе нашей телеконференции, когда документы происходят. Также что еще хотел сказать. В нашем личном кабинете, чтобы все понимали, появилось такое поле непосредственно в профиле. Это поле, которое где вы можете указывать наследников. Дальше я хочу darauf hinweisen, что в Backoffice мы в профиле интегрировали. И в этот вопрос. И в этот вопрос, как бы встал и очень много партнеров просили нас сделать. Вот хочу пояснить сразу, что данное поле это поле непосредственно туда вписывают, вписывать того человека, кому вы доверяете и с кем может непосредственно владелец, кому он доверяет и с кем компания может связаться. На случай, если допустим нет связи с владелцем кабинетом. В этом направлении вы можете присоединиться к человеку, которому они верят. И для того, чтобы мы, например, не связи с ними лично, не связи с ними лично, не связи с этим человеком. Также мы получали вопросы по поводу того, что будет с моим кабинетом, с моей сетью, если, ну, мало ли что. Сегодня раскрываем эту тему. В течение одного месяца у нас будет решение, как будет делиться этот бизнес, да, среди кого из наследников. Мы дадим четкий алгоритм, чтобы у вас было четкое понимание и как бы все наши партнеры были спокойны. Я желаю, дорогие друзья, вам всем здоровья и процветания, чтобы мы этот бизнес строили. Просто сотни лет и наши дети и внуки продолжали. Я желаю вам много здоровья и здоровья, чтобы у нас было несколько лет, чтобы наши родители и родители что-то есть. Хочу всех еще раз поблагодарить, поблагодарить за вашу работу, поблагодарить за вашу преданность проекту Skyway. Вы все молодцы, вы действительно показываете потрясающие результаты. Мы для вас приготовили очень много, на самом деле, в этом году будет различных промоушенов интересных. О некоторых из них расскажет вам сегодня Инета Анжены. Вот, хочу с вами попрощаться. Благодарю вас всех за внимание. До новых встреч, друзья. Готовьте ваши вопросы для следующих телемостов. Отправляйте их региональным кураторам. Они передают непосредственно нам. Мы стараемся выстраивать наши выступления, исходя из тех вопросов, которые вы нам присылаете. Мы постараемся держать вас курсе событий всегда. Дорогие друзья, всех благодарю за внимание. Хочу пригласить следующего спикера, члена правления. Все вы его наверняка знаете. У многих он был в гостях. Дорогие друзья, коллеги, партнеры. В своей части я подвечу на вопросы по несколько другой части экономики, так называемой цифровой экономики. И все вы видите, как благосклонно действительно судьба к нам относится в виде создания и привнесения в Skyway Capital вообще на поле Skyway новых финансовых инструментов, новых финансовых статусов, о которых говорил Евгений. Но также стоит помнить о новом, не зарождающемся, но развивающемся сейчас рынке. Это крипто рынок, это криптовалюта. И меня лично очень сильно затронуло от 5. февраля новости, что падал фактически весь рынок акций. Падение индекса Dow Jones было рекордным. Поэтому нам нужно двигаться со всех фронтов, тем более, что Анатолий Эдуардович уже официально объявил. И, наверное, это для многих именно те, кто живет, идея Skyway, великое событие об оценке интеллектуальной собственности ОТС. Мы должны uns von allen Seiten, von allen Fronten her bewegen. И auch Анатолий Эдуардович Хинницкий hat das schon öffentlich bekannt gegeben. И, соответственно, давайте сейчас вернемся к истокам. Вообще, вот как криптонаправление зародилось, для чего оно зародилось, чтобы все понимали. Во-первых, у нас есть те юрисдикции, как Австралия, Япония, Канада, на территории которых нам сейчас тяжело работать, именно используя традиционные системы. Во-вторых, рынок размещений, который уже венчурный рынок преодолел еще в 2017 году, просто невозможно не замечать. И, в-третьих, естественно, наблюдает именно вот такие ситуации, когда нас пытались скамить, так скажем, мошенники, именно в криптосфере. Не задумываться, опять же, об этом направлении нельзя было. Также нельзя было допустить того, чтобы кто-то на дилетантском уровне, ну, допустим, потратив пускай миллион долларов, но разместил на токенах эфириума, например, размещение Skyway и получил один результат, но его больше бы не было. Возможно, в банкеion, возможно, нет Прич cuenta. Поэтому было решено выносить это на публику и много обсуждений было выносить или не выносить, но чтобы обеспечить фильтр от дилетантов, от врагов, это было вынесено полностью на публику и все об этом знают. Сейчас, так скажем, цели были достигнуты, почему это было вынесено публично и можно было об этом не говорить, потому что продукт сейчас все равно развивается и он будет революционный, он будет, ну, наверное, как обычно для SkyWay лучший. Но все же хотелось бы сказать, что платформа развивается, продукт реализуется. Так скажем, разработчики постоянно загружены работой и как будет... Алексей, вы не можете попали в конце. Алексей, вы не можете попали в конце. Хорошо, се Продолжение следует... 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 Также я хотел бы ответить на такие вот повторяющиеся, но распространенные вопросы. Как мы и говорили, платформа, так скажем, продится, и первая ее версия появится апрель, май, тире июнь. То есть это весьма расширенный срок, но стоит понимать, что и разработка сложная. И как только будет готова возможность к запуску оцифрования первых адресных проектов именно на платформе, то, соответственно, все из вас сразу получат это оповещение в своих личных кабинетах и так далее. Когда начнется альтернативная вторая разновидность финансирования именно с помощью голубого океана, крипторынка, криптоэнтузиастов, адресных проектов SkyWay, то, естественно, это появится также в качестве дополнительных продуктов SkyWay Capital. Сейчас были взяты подобные специалисты именно по интерфейсам лучшие в Канаде, входит в пятерку компаний вообще лучших в Канаде по созданию интерфейсов для приложений. А это более 50% успеха блокчейн-проекта. Эти специалисты, ну непосредственная компания, руководитель компании, которые именно присоединился к разработке, делали интерфейсы для Panasonic, Sony и других именитых компаний. И когда будет запущен официальный твиттер и информационные поля, то все об этом смогут узнавать. Но рекомендуем просто за этим наблюдать. Почему наблюдать, не принимать активное участие, потому что платформа в любом случае будет запущена. Это инструмент, без которого цифровывание адресных проектов невозможно. Сейчас стоит сосредоточиться именно на нашей стратегической задаче с помощью таких шикарных полученных новых инструментов в плане принятия финансовых платежей, которые озвучила Евгений Кудряшов. И потом, когда появится уже возможность инвестировать в токены адресных проектов, я думаю, что токены адресных проектов, они также будут несколько соприкасаться с пакетами и с обязательствами, с долями на сегодняшний день, которые мы имеем. Уже тогда активно принимать участие, потому что это будет финансирование действительно проекта SkyWay на новой стадии, на новых уровнях. Будет ли это именно выше, быстрее, сильнее, естественно, покажет время? Но, как я уже сказал, мы не можем этого не делать, потому что иначе, в том числе и конкуренты в транспортной индустрии применят и смогут обогнать нас. Прошу запомнить, что это не коины все-таки, это токены. Это очень важно, причем это будут utility-токены. Они пройдут все проверки, потому что это не акции, это не доли. Это именно несколько другие токены с конкретной своей экономикой. Сонстоя конкуренция, если бы мы это не делали, если бы мы это не делали. Я хочу еще сказать, что эти токены не нормальные токены, это будут utility-токены. И многие задают вопрос, на каких биржах будет торговаться. Ну, собственно, не сложно будет выйти на биржи, но мы еще будем наблюдать, вся команда Skyway Capital, стоит ли выходить на биржи в свете хакерских атак на централизованные биржи, потому что мы все-таки двигаемся в децентрализованном направлении. Какие биржи будут торговаться? И, друзья, я могу сказать, напоследок, так скажем, в своем монологе, что еще за поездку в Таиланд с Кириллом Бадулиным мы обсудили некоторые вещи, и я даже не представлял, что такой пласт адресных проектов сейчас прорабатывается. Я не могу об этом не сказать, друзья, но и не могу говорить конкретику, как сейчас, так скажем, заведено и в головной кампании. Это действительно секретная информация, но некоторым странам сейчас просто некоторые проекты не рассматриваются, потому что полная загрузка у отдела адресных проектов зао-струнные технологии. Алексей, меня слышно? Извините, меня выбило только что. Повторите, пожалуйста, последний. Меня выбило из интернета. Повторите, пожалуйста, еще раз. И то, что исходит из разговора с Кириллом, я могу сказать, что невозможно об этом не говорить, потому что сейчас действительно головная кампания отказывает в некоторых проектах, некоторым городам, некоторым странам, потому что полная загрузка этих бравых, уже более пяти людей отдела адресных проектов возглавляет, который Кирилл Бадулиным. Узнавать вы об этом о всем будете. Только из новостей головной кампании, потому что это очень такая щепетильный момент информирования об адресных проектах. Но что-то мне подсказывает, что с адресными проектами будет все более чем хорошо. Продолжение следует... 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 и дает дорогу мир-транснету. Есть уже более 1 миллион человек, я уже спрашиваю, что целью. И эта мощь будет переградить, и действительно не возможности. И, что я хочу сказать, Бауэр SkyWay ретит планеты и открыт дорогу для транснет. А я хотел бы передать слово Владимиру Маслову, действительно человеку с огромнейшим опытом в чиновничьих делах, с огромнейшим Визионерством, Мудростью Владимиру Маслову. Я хочу передать слово Владимиру Маслову, одним великим Визионером, с огромнейшим Визионером, с огромнейшим Визионерством. Владимир, ты говоришь. Добрый вечер, дорогие друзья. Я сейчас проверю, почему-то нету настройки камеры. Добрый вечер, дорогие друзья. Я сейчас проверю, почему камеры не работают. Еще раз. Камеры нет, но я надеюсь, что меня слышно. Почему-то не дает выход. Итак, дорогие друзья, спасибо, Алексей, за доброе слово, о чем бы я хотел с вами сегодня поговорить. Очень важно определиться. Есть много вопросов, которые задаются. Люди не понимают или как-то не ощущают моменты. Что такое 2018 год? Есть очень много вопросов, и это показывает, что люди не понимают, что это 2018 год будет значить. Поэтому мы должны быть здесь. Второе. Второе. Очень важно это организационно-правовые основы оценки реализации бизнес-правлана и определения сроков. Таким образом, давайте напомним себе, что из себя представляет 10 этап, на котором мы находимся. В первую очередь это у нас необходимость проинвестировать 25 миллионов и получить под залог, получить для этого залог в виде 5 миллиардов акций. Это означает, что мы будем 25 миллионов и получить под залог в виде 5 миллиардов акций. В первую очередь, мы будем 25 миллиардов акций. Что-то такое. Что-то такое. Что-то такое. Причислено целый ряд основных работ, которые надо осуществить за 10 этап. И это очень важно. Рабочая документация, ее завершить нужно до конца по на высокоскоростные международные тестовые комплексы. Рабочая документация, ее завершить нужно до конца по на высокоскоростные международные тестовые комплексы. Или, скажем так, опытно-промышленной, или создать базу, производственную базу холдинга, чтобы потом можно было строить эти проекты. Создать целый ряд оборудования, которого сегодня в мире еще нет. И это делается на 10. этапе в Экотехнопарке. Рабочая документация, ее нужно делать, и она ведется с заказчиками адресных проектов со всего мира. Актуэль wird die Arbeit mit den Bestellungen oder Bestellern aus der ganzen Welt geführt, die eben Projekte bauen möchten. В красном показано, что сертификация, но она не предполагалась на 10. этапе, но она осуществлена по двум видам. И можно еще перечислять много различных работ. Вот, здесь основные направления даны. Это все то, что нужно для того, чтобы... Для этого всего нужно 25 миллионов долларов. Здесь мы видим 10. этап. Это 25 миллионов инвестиций под залог акций 5 миллиардов. Подробно останавливаюсь на том, что на 10. этапе, что на 11. этапе, 12. 13. 14. 15. Друзья, наш общий совместный проект, в котором за эти этапы нужно проинвестировать 150 миллионов. И получит в залог 17 миллионов. Друзья, мои друзья, здесь вы видите, что на 10. до 15. этапе, что на 10. до 15. этапе будут 150 миллионов инвестированы, чтобы 17 миллиардов зарплаты получить 17 миллионов. Слышно, видно меня? Теперь слышно. Теперь слышно. Куда-то зависло. Спасибо. Нам нужно сегодня понимать, дорогие друзья, что мы кредитуем, инвестируем в рамках группы компаний. У нас нет открытого рынка. Это важно. Мы задают много вопросов и это надо знать. Второе. Мы используем некоторые инструменты сетевого бизнеса. У нас нет продукта как такового. Это вопрос, о которых часто вопросы задают, и вы должны знать, что это просто. Второе. Мы используем несколько инструментов для интернета. И что вы должны знать, что мы не имеем продукт в этом смысле. Специфика нашего проекта, дорогие друзья, в том, что существует технология SkyWay, но чтобы она жила, нужны ее сертификация. Вы должны понимать, что специфика нашего проекта в том, что существует технология SkyWay, но чтобы она была, нужны ее сертификации. Мы инвестируем через ЭКО-технопарк, инвестируем туда и оживляем эту технологию. Мы инвестируем в ЭКО-технопарк, и поэтому мы берем технологию в жизни. Но инвестируем, мы кредитуем, и нам в залог приходят акции. Когда мы инвестируем, мы получаем кредит, и как банк, мы получаем акции. Это все является основой для оживления технологии SkyWay. ЭКО-технопарк, и это все является основой для эффективной технологии SkyWay для жизни. Таким образом, технология оживает, и мы получаем основу для будущих адресных проектов. ЭКО-технопарк, и мы получаем основу для следующих локальных проектов. ЭКО-технопарк, и мы получаем основу для следующих локальных проектов. Все акции Евразии на Rail SkyWay Systems Holding, свободные акции, которые предполагались под залог, окончены, закончились. Все акции von RSS, also Eurasian Rail SkyWay Systems Holding, die frei verfügbar waren, sind bereits zu Ende. Сегодня, сегодня мы работаем и кредитуем под залог акции Евразии на Rail SkyWay Systems Holding 2. Эта есть основа для реализации технологий в ЭКО-технопарке, для получения сертификатов на строительство. Я повторяю, что инвестиция – это кредит. И прошу, так исходить. ЭкО-технопарк – это сумма инвестиций, когда я принимаю залог, то есть акции. ЭкО-технопарк – это сумма инвестиций, которую я получаю в мою личность. ЭкО-технопарк – это не будем даваться в подробности, важно то, что кредит, инвестиция – мой общий бизнес, наш общий бизнес. Ласските, что кредит – это мой общий бизнес, наш общий бизнес. Если говорить о сильных сторонах, то они общеизвестны, их много. Остальные важные элементы сегодня важны, что инвестиции подключаются очень долго к проекту. ЭкО-технопарк – это слабость проекта. Также слабостью является то, что пока мы не знаем, или вернее, очень длительно идет процесс подготовки IPO. С другой стороны, очень важно то, что есть необходимость, и мы имеем возможности, участие акциями в предстоящих адресных проектах и в ИСО. С другой стороны, можно сказать, что мы имеем возможности, и в том, что акции будут в предстоящих ИСО. Прокомментировать некоторые вопросы, которые пришли из разных регионов. Кредиторы, инвесторы задают вопрос, что же конкретно происходит. На это есть ответ – телемост, где сообщается, что когда происходит. Но их не устраивает это. И хотят знать, когда выйди начнут строить, когда в Австралии. Уже коллеги говорили, что начало разных проектов, дорогие друзья, это конфиденциальная информация. И с каждым днем она становится все более и более конфиденцией. Я могу вам сказать, что начало строить, что в начале строительных проектов разных проектов – это очень вероятная информация. И чем больше вы начали строительство, тем более вероятнее эта информация. В Австралии я рекомендую послушать интервью с уважаемым Род Хуком, который он дал в Минске, в нынешний приезд несколько дней назад. Просто посмотрите, в личном кабинете можно выйти на сайт нашей компании и найти это интервью. Вы можете найти в нашем сайте в своем бэк-офисе и найти в этом интервью. Когда мы ведем общий бизнес-проект, должно удивлять вопрос, когда человек говорит, что его не интересует подписание договоров предварительным. На его взгляд, это не имеет ценности. Предварительные договора есть база для того, чтобы родился проект. Если кто-то скажет, что он не интересует, что предварительные договоры или определенные Зертификаты получают. Это важно знать, что предварительные договоры и законы являются основной основой для продолжительных конкретных проектов. Всякое действие, которое происходит и про которое информируют, является базой для развития и подготовки будущих бизнес-проектов, адресных проектов, строительства трасс. Есть люди, которые задают вопрос, почему так много времени уходит на создание экотехнопарка. Можно получить очень хороший ответ, если посмотреть бизнес-план. Все идет, дорогие друзья, по бизнес-плану и по плану этапности. Почему не приходят большие инвесторы и почему вообще не инвестируют в Экотехнопарк? Но это абсолютно от того задается такой вопрос, что человек, который задает его, не следит за информацией внимательно, а от случая к случаю. Усердем будут вопросы, почему не будут большинвесторы в это проект? Почему не будут в Экотехнопарк? Экотехнопарк вопрос, задает кто, кто не информирует, кто не регистрировал, а только об и в В завершение сказать следующее. Есть еще много вопросов. Это вопросы наследования, вопросы, которые касаются взаимоотношений будущим. Это все темы наших будущих, ближайших встреч. И пожалуйста, относитесь очень корректно к информации. Продолжение следует. Почему заключены multimиллионные договоры на проекты, а Экотехнопарк нет больше, в Экотехнопарк нет больше инвесторов? Продолжение следует. 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 Владимир Васильевич, не слышно? Нужно понимать, что это наш общий бизнес и к нему нельзя относиться так, что я проинвестировал и сижу, когда другие продолжат проект. Поэтому, войдя в бизнес, став партнером, нужно взвесить свои возможности. Это равносильно тому, как бы я проинвестировал и дальше жду, когда другие проинвестируют. И что с проектом получится? Это наш общий проект, дорогие друзья. Я хочу еще раз отметить, что это наш общий проект, дорогие друзья. Поэтому, если я в этот бизнес, в этот бизнес, в этот бизнес, я должен задуматься, что мои возможности, где я могу помогать. И не просто ждать, чтобы другие проекты продолжают. Зависит его реализация. Поэтому прошу вас провести ревизию своих возможностей и четко выстроить на этот год свою тактику и стратегию как кредитора-инвестора. Продолжение следует... Продолжение следует... Это специалист, я извиняюсь, это специалист, который прекрасно расскажет вам о возможностях, которые мы имеем в начале, вернее, в конце десятого этапа и на прилежащее будущее. Спасибо вам большое. Желаю всем самого доброго, успехов и мудрых решений. Спасибо. Спасибо. bedanke mich und wünsche Ihnen allen noch einen schönen Abend. Приветствую всех Partner, коллег, всю команду Skyway Capital. Ich begrüße meine Kollegen und Freunde und das gesamte Team von Skyway Capital. Ich möchte mit einer tiefen Dankbarkeit beginnen für die Resultate, die Sie in 2016 und 2017 erzielt haben. Wir alle wissen, dass der 2017 Jahr für die компании und die Projekte Skyway mit sehr seriösen победiv ist. Das ist unsere gemeinsame Arbeit. Bez jeder команde, bezüglich jeder. Das letzte Jahr ist mit großen Siegen für Skyway einhergegangen und diese Siege wären nicht möglich gewesen ohne die Zusammenarbeit und diese Resultate, die alle Partner von Skyway erzielen. Но хочу в то же самое время вас настроить на то, что 2018 год является нашим активным, очень серьезным рабочим периодом. Ich möchte, dass Sie sich darauf einstellen, dass das Jahr 2018 ein aktives und ernsthaftes Jahr voller, ernsthafter Arbeit sein wird. Jeder von uns in dieses Projekt eingestiegen ist. Es gab bestimmte Aufgaben, die noch vor uns standen. Und diese Aufgaben, die sind noch nicht erledigt und noch nicht geklärt. Und wir müssen alle an einem Strang ziehen, damit die Aufgaben auch wirklich realisiert werden. Hier braucht unsere gemeinsame Arbeit. Es ist eine gemeinsame Arbeit. Und ich würde mir wünschen, wenn Sie auch aktiv an dieser Arbeit teilnehmen und unser Unternehmen wird Ihnen dazu spezielle Arbeitsinstrumente zur Verfügung stellen. Vielen Dank. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass die Hauptaufgabe noch zu erledigen ist. Und das ist einerseits als erstes die zu Ende oder Fertigstellung unserer allseits geliebten Öko-Techno-Parks. Als zweites die Herstellung aller vier oder die Demonstration aller vier Fahrzeuge oder Fahrzeugmöglichkeiten. Und natürlich auch die Zertifizierung. Und ich möchte, dass Sie alle aktiv daran teilhaben. Unsere Hauptaufgabe oder 100-prozentige Aufgabe besteht darin, besteht in der Finanzierung. Bevor die Aufgaben, die wir uns gestellt haben, also die vorher erwähnt wurden, realisiert werden. Und dazu gibt es... Auf dem Bildschirm sehen Sie die Dokumente. Und ich werde jetzt noch ein bisschen näher darauf eingehen. Wir beginnen mit einem gewissen Veränderungen. Als erstes gibt es den für den Leader-Status, gibt es ein Zertifikat. Und jetzt gibt es dieses Jahr keine zusätzlichen Pakete für Innotrans, keine Innotrans-Münzen. Und auch die Baumpakete stehen nicht mehr zur Verfügung. Die ganze Zeit. Wir konzentrieren uns hauptsächlich auf die Entwicklung der Struktur des Partnerprogramms. Auch nach Beenden der 15. Etappe wird das weitergeführt. Und daher begünstigen wir vor allem die Partner, die besonders aktiv sind. Vor allem die den Status Master Experte und Top Experte erreichen. Und dann geht es um... Und dann geht es um... Und dann geht es um... Я смотрю на статистику нашего компании и вижу, что очень много Мастера, которые получают статус Мастера и которые подходят на эксперты. В эксперты-статус получают эти партнеры также как иконы вероятного обзора, как иконы их получения. В этом году особенное внимание будет уделяться тем партнерам, которые уже дошли и в будущем дойдут до статуса ТОП-эксперт. Это является очень почетными партнерами нашей команды и будут выполнять новые задачи в общем развитии. Я приглашаю в командах делать акцент на рассмотрении, маркетинг-плана и возможности двигаться дальше, потому что каждый следующий статус будет давать новые возможности. И сейчас перейдем к новым инструментам. Мы все знаем, что мы в серьезном бизнесе. Но можно этим бизнесом заниматься в удовольствии. Поэтому новый конкурс именно для... Мы все знаем, что мы в серьезном бизнесе, но мы все знаем, что мы в серьезном бизнесе занимаемся. Мы все знаем, что мы в серьезном бизнесе занимаемся. Мы все знаем, что мы в серьезном бизнесе занимаемся. И поэтому мы имеем вредные предложения для этих партнеров. Коллеги, это новая возможность в нашей компании и в нашей команде и воспользуйтесь этим. Стартуйте на этот конкурс. Подключайтесь к этому конкурсу, который уже открыт 20 января и будет продолжаться до 20 апреля. Я хочу вам сказать, что в следующий статус будет продолжаться до 20 апреля. Мы предлагаем идти к конкретным целям, к объему 20 тысяч, 35 тысяч и 50 тысяч долларов в личной команде с первой линии. То есть ваше участие вместе с вашей первой линией. Выйти на этот объем. Один из названных объемов. Мы собираем, чтобы с вами были андромисы, которые вы видите, в соответствии с первой линией, когда вы до 20 тысяч, 35 тысяч и 50 тысяч долларов в результате действует, На каждый объём даётся свой подарок, то есть это путешествие, такие прекрасные страны, как в Греции, например, на остров Санторини или остров Маврики, или Куба, или Доминикан, то есть прекрасные страны, где вместе с командой, с успешными людьми. Мы можем уйти, например, на остров Сан-Марине, Куба, Маурициус, где мы можем уйти вместе с нашими партнерами. Коллеги, цель конкурса одна – это возможность новым активным партнёрам, людям выйти на статус победителя и вместе с другими активными людьми пообщаться и вместе отдохнуть. Но главная цель в это время, конечно, привлечение новых средств. Когда мы оставляем, что в этом случае, мы сможем приобрести новые активные партнеры и вместе с другими партнёй, которые будут живут и к тому, чтобы общаться. В ваших вопросах также был вопрос, почему не привлекаются инвестиции. Это неправда, инвестиции привлекаются, но очень много людей участвуют в этом уже достаточно долгий срок и забывают приглашать новых людей. Поэтому мы будем мотивировать и всех тех партнеров, которые в дальнейшем будут работать больше с новыми людьми, с новыми регистрациями. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Oft werden auch Fragen gestellt, warum keine neuen Investitionen, keine neuen Gelder einsteigen oder warum keine neuen Gelder fließen. Этот линк в том, что многие партнеры не более активно работают, и поэтому мы также приглашаем эти партнеры, которые активно работают. Сегодня мы объявляем дополнительный новый конкурс как соревнование между нами всеми, кто активно хочет поддержать проект. Это соревнование открылось уже 1 января, то есть мы будем рассматривать ваши результаты, начиная с 1 января этого года, хотя только сегодня вам говорим, что конкурс уже в работе, открыт, соревнования уже начались. И мы будем рассматривать наши результаты. Мы будем рассматривать наши результаты. Между всеми партнерами выводится статистика и участвуем в рейтинге лучший или более активный партнер этого периода с 1 января. Мы привлекаем новых людей, привлекаем новых инвестиций и считаем вместе. Сколько новых партнеров и какой объем этих новых инвестиций вышло в целом за этот период? Сколько новых партнеров и сколько новых инвестиций вышло в целом за этот период? Сколько новых партнеров и каковые первые 20 партнеров у получает? В ближайшее время в личных кабинетах вы увидите шкалу рейтинга и В ближайшее время вы увидите шкалу рейтинга, где лучшие 20 партнеров вы увидите шкалу рейтинга? В ближайшее время вы увидите шкалу рейтинга и в ближайшее время вы увидите шкалу рейтинга. näher kennenlernen würden, auch sehen würden, was bereits Ökotechnopark erfolgt ist und alles schon gebaut wurde. Und daher denke ich, dass dieser Preis wirklich sehr wertvoll sein wird. Итак, 16-20 место по рейтингу получает возможность именно поездки, то есть посещение всех этих трех объектов. 16. bis 20. Platz bekommt die Möglichkeit, diese drei Städte selber zu besichtigen. 6. und 15. место по рейтингу от 6. до 15. место наши партнеры кроме посещений еще получает возможность то есть полностью оплачивается проживание до двух ночей во время пока вы находитесь в гостях в Минске. То есть посещение и проживание. Die Plätze 6 bis 15 bekommen zusätzlich zu der Möglichkeit, diese drei Orte zu besichtigen noch die Bezahlung der Unterkunft und ja, der Unterkunft in Minsk. top 5 top 5 первые 5 лучшие партнеры с большим количеством регистрации новых партнеров и с большим количеством инвестиций на первом уровне получает приз приз Александру не слышно я продолжу да Александра это вы только что пропали я не не расслышала какой приз получают итак первые 5 мест получает приз посещение проживание и полностью профинансирована дорога на экотехнологии то Продолжение следует... Продолжение следует... Это в мае месяце. Готовьтесь к нашей общей встрече на экотехнопарке, которая будет уже в конце марта. И, конечно, готовьтесь к поездке на конференцию и на транс, выставку и конференцию и на транс 2018 и конференции произведения. Продолжение следует... 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 Ich verabschiede mich von Ihnen und wünsche Ihnen alles Gute.